В этом видео я расскажу вам, какие продукты приводят к инсулинорезистентности. Стоп. Слышите это? Да, вот именно. Вы все правильно поняли, таких продуктов не существует. Ни один продукт в изоляции не ведет к инсулинорезистентности, потому что это комплексное состояние. А что же приводит к инсулинорезистентности? Прежде всего, конечно же, ожирение. И в данном случае конкретно мы говорим прежде всего о висцеральном ожирении, то есть о жире, которое у нас между органов, в частности, вокруг поджелудочной железы. А что же приводит у нас к висцеральному ожирению, ну и к ожирению в частности? Конечно же, потребление слишком большого количества калорий в долгосрочной перспективе, то есть переедание, если хотите. Еще должен напомнить, что инсулинорезистентность не является заболеванием и имеет градации. То есть инсулинорезистентность – это не тумблер «включить-выключить». Она имеет градации. Например, вещества под названием фталаты, которые содержатся у нас в пластике, понижают чувствительность к инсулину, то есть добавляют масла в огонь в проблеме инсулинорезистентности. Поэтому нагревать в микроволновке еду в пластиковых упаковках или контейнерах я вам не могу советовать. Но основной виновник в подавляющем числе случаев – это, конечно же, ожирение, в частности, висцеральное ожирение, то есть между органов. Вследствие – переедание. Еще сюда можно добавить отсутствие силовых тренировок, отсутствие в принципе тренировок, ну и слишком маленькое количество активности. Как-то так.